Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Сегодня азербайджанский паралимпийц Роман Салех опередил всех своих соперников на дистанции 100 метров плавания на спине. Завоевал золото игр. Третью золотую медаль для азербайджанской сборной сегодня завоевал парадзиудаист Бугар Ширинли. В финальной схватке он одолел представителя Казахстана Ануара Сарыева. Добавил в копилку азербайджанской сборной сегодня пятую медаль парадзиудаист Нами Кабаслы. Представитель Азербайджана стал обладателем бронзы по итогам схватки с украинцем Давидом Хараем. Стоит сказать, что накануне первую медаль паралимпиады для Азербайджана завоевал пауэрлифтер Первин Мамедов. Спортсмен поднял штангу весом 156 килограммов. У него бронза. Напомним, что 16-летние паралимпийские игры стартовали 24 августа в Токио. Азербайджан на играх представляют 35 паралимпийцев, которые выступают в шести спортивных видах. На данный момент Азербайджан идет в 16-м медальном зачете. Возглавляет зачет Китай на втором месте Великобритания на третьем сборной Олимпийского комитета России. Азербайджан в результате Второй Карабахской войны и последовавших за ней договоренностей освободил большую территорию, чем семь районов. Об этом заявил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев накануне на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев войны в Карабахе. Цитата. Азербайджан освободил семь районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60% Хаджавенского района, освободил поселок Сугавушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем семь районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Ильхам Алиев подчеркнул, что теперь Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами, как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Цитата. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово. Освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях. Конец цитаты. Президент Алиев напомнил, что у власти Азербайджана приняли специальную программу для восстановления Карабаха и восточного Зангизура. Цитата. Я говорил, что мы превратим Карабах и восточный Зангизур в рай. Мы сделали это. Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. Представители Азербайджана заняли третье место по итогам очередного эпизода конкурса «Кубок моря» в Иране в рамках армейских международных игр 2021. Военные моряки Азербайджана соревновались с коллегами из России, Ирана и Казахстана в выполнении задач по использованию спасательных средств на этапе конкурса «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка». Команды военных моряков в составе пяти человек, проплыв определенное расстояние в гидрокостюмах, должны были привезти спасательные шлюпки при помощи весел к месту назначения. Решением судейской комиссии первое место заняла команда Ирана, набравшая 20 баллов, второе место было присуждено команде России, набравшей 18 баллов, третье место у Азербайджана с 16 баллами, четвертое с 11 баллами у команды Казахстана. По итогам всех соревнований в рамках Кубка моря первое место занимает команда Ирана, набравшая 58 баллов, второе команда Казахстана с 49 баллами, третье команда Азербайджана с 48 баллами и четвертое у команды России с 46 баллов. Добавим, что конкурс Кубок моря состоит из шести эпизодов по трем этапам. В ближайшие дни военные моряки испытают свои силы на этапах артиллерийских стрельб и морской подготовки. Также сегодня в подмосковном Алабино в рамках одного из самых зрелищных конкурсов армии 2021 танкового биатлона прошла гонка вторых экипажей первых и вторых дивизионов. Команда Азербайджана завершила второй заезд, заняв по его итогам второе место в группе. Азербайджанские танкисты поразили три мишени из трех. Сегодня между собой соревновались экипажи Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Казахстана. Победителями гонки стали танкисты из Белоруссии. Второе место досталось азербайджанскому экипажу. Третье к винишу пришла команда Сербии. Завершающий заезд на полигоне Алабино команда Азербайджана выполнит 29 августа. Государственная пограничная служба Азербайджана передала армянской стороне данные о нападении на азербайджанского пограничника, которое произошло 25 августа на пограничном боевом пункте пограндивизии Губадлы. Как утверждают СМИ, после этого служба национальной безопасности Армении начала оперативно-розыскные мероприятия для проверки этих сведений. Более того, сообщается, что следственные органы Азербайджана и Армении проведут совместные расследования инцидента. Напомним, что 25 августа примерно в 15 часов 45 минут военнослужащий отдельной пограничной дивизии Губадлы, Госпогранслужба Азербайджана Руслан Ширалиев, подвергся нападению со стороны двух армянских военнослужащих. В результате завязавшегося рукопашного боя азербайджанский военнослужащий получил ранение штык-ножом в грудь. Увидев, что на помощь спешат наряд пограничников, армянские военные скрылись в лесу. Ширалиев был незамедлительно госпитализирован, его жизнь вне опасности. Добавим, что пограндивизия Губадлы расположена в направлении участка дороги Герус-Кафан, которая связывает Армению с Ираном. После инцидента служба национальной безопасности Армении заявила, что азербайджанские силы в среду вечером перекрыли участок этой дороги. Согласно данным СМИ, если азербайджанская и армянская стороны придут к результатам по расследованию нападения на военнослужащего Азербайджана, Баку может рассмотреть возможность разблокирования перекрытой дороги. Ереван готов положительно ответить на предложение Анкары о возможном открытии новой страницы отношений между Арменией и Турцией. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами». Напомним, что 25 августа президент Турции Раджеп Таип Эрдоган заявил о возможности открытия новой страницы отношений между Анкарой и Ереваном, если Армения примет участие в платформе «Шести» на Кавказе, а также что в регионе Южного Кавказа сформировались условия для долгосрочного мира. По словам Эрдогана, условия эти возникли после завершения оккупации Нагорного Карабаха. Ранее Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждают создание в регионе Южного Кавказа платформы «Шести» для развития сотрудничества. В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, при желании, Армения. Сегодня весь личный состав миротворческого контингента Азербайджана, обеспечивавший безопасность международного аэропорта Кабула, вернулся на родину. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. Ведомство отметило, что 120 азербайджанских миротворцев полным составом прибыли в Баку. Напомним, миротворческий контингент Азербайджана был выведен из Афганистана 26 августа. Сначала военнослужащих переправили воздушным транспортом из Кабула в Анкару, а сегодня они уже прибыли в Баку. Оборонное ведомство подчеркнуло, что азербайджанские миротворцы успешно выполнили совместно с силами Турции свою миссию в Афганистане. Субтитры создавал DimaTorzok